Боремся с популярным заболеванием томатов народными методами, как обработать помидоры йодом от фитофторы. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти, кратко о фитофторе. Фитофтороз – грибковое заболевание, вызываемое микроорганизмом под названием фитофтора. Проявляется красно-бурыми питнами, которые быстро разрастаются по всей поверхности растения. Затем посадки покрываются светло-серым налетом. Селекционеры постоянно выводят новые сорта томатов, устойчивые к возбудителям заболеваний, но вместе с ними развиваются и микроорганизмы. Если раньше фитофтора обнаруживалась на помидорах не ранее августа, то сейчас некоторые дачники сталкиваются с ней уже в начале июня. Благодаря эволюции и мутации штаммов фитофторы химия часто бывает бессильной против новых видов спора этого грибка. Тогда на помощь приходят народные средства. В нашем случае – йод. Польза йода. Огородники давно применяют йод не только в качестве подкормки, но и для обеззараживания почвы и рассады. Отзывы о его применении в основном положительные, повышает всхожесть семян. Помогает рассаде прижиться на новом месте после пересадки. Образованные плоды после подкормки приобретают яркий красный цвет, становясь привлекательнее и сочнее. Способствует длительному хранению плодов. Отличный антисептик – избавляет от грибковых заболеваний типа фитофтора и мучнистой росы. Прекрасно заменяет азотные удобрения, укрепляя иммунитет растений. Использование йода, теплицы и фитофтора неразрывно связаны между собой, поэтому мало обрабатывать только растения. При первых признаках фитофтороза рекомендуется обрызгать раствором йода и теплицу. Применять антисептик можно и в качестве профилактики. Для этого по углам теплицы размещают открытые пузырьки с йодом. Жидкость медленно испаряется, им насыщается воздух в теплице, что способствует уничтожению микроспор. Для теплицы 3 умножить на 8 метров вполне хватит 5 пузырьков. В борьбе уже с проявившимся грибком опрыскивание томатов проводят 2-3 раза для того, чтобы получить нужный эффект. Обработку кустов сочетают с другими способами устранения грибковой болезни, например, чесночным настоем с марганцовкой или солевым раствором. Приготовление рабочего раствора. Если вы собрали плоды, когда признаков фитофтороза не было, но после заметили, что растения начинают болеть, стоит защитить собранные томаты. Для этого нагревают 10 литров воды до температуры 50-60 градусов Цельсия, добавляют туда 10 капель йодной настойки и заливают этим раствором плоды на 5 минут. Затем высушивают и оставляют дозревать. Заболевшие растения опрыскивают комбинированными смесями с добавлением антисептика. Разные добавки усиливают действие йодной настойки, образуя на поверхности плодов и листьев пленку, дополнительную защиту от вредителей. Также добавки богаты своими минералами и аминокислотами и выступают еще и дополнительной подкормкой. Наиболее распространенные растворы – с сывороткой. Раствор – на 10 литров молочного продукта добавить 1 ст. Листы настойки. С молоком. Смесь – в 10 литров воды добавить стакан молока и 1 час. Листы йода. С золой. Состав – на 10 литров воды взять 250 грамм древесной золы и 10 капель антисептика. С борной кислотой. Раствор – в 2 литрах горячей воды развести чайную ложку борной кислоту, довести количество жидкости до 10 литров, добавить 20 капель йода с хлористым калием. Смесь – 40 капель йодной настойки и 1 ст. Лист хлористого калия разбавить в ведре воды объемом 10 литров. Правила обработки томатов. При болезни томатов обработку проводят с интервалом в 2 недели в теплице, в открытом грунте 1 раз в 3-4 недели. Для профилактики возникновения грибка средства используют раз в 15 дней. Смеси результативны на всех этапах развития томатов и подходят для открытого и закрытого грунта. Базовые правила применения – разведенное средство используйте сразу после приготовления, опрыскивая растения через мелкодисперсный распылитель. При опрыскивании старайтесь попасть жидкостью на нижнюю сторону листа, где смесь лучше впитывается. Предварительно полейте почву обычной водой. Опрыскивайте томаты ранним утром или вечером, чтобы исключить прямое воздействие солнечных лучей. Если томаты растут в открытом грунте, следите за погодой. Во время и после обработки в течение трех дней желательно, чтобы не было дождя и сильного ветра. При необходимости повторите обработку сразу же после дождя. При опрыскивании в теплице тщательно проветривайте, чтобы не образовывался конденсат. Состав приготовленных растворов безопасен для человека при соблюдении минимальных требований защиты. Препараты доступны и стоят недорого. Но людям с повышенной чувствительностью к применяемым компонентам стоит использовать марлевые повязки и резиновые перчатки. Аккуратность требуется при работе с йодной настойки, которая при сильном проливе на кожу вызывает небольшой ожог. Употреблять плоды в пищу можно сразу после обработки. Профилактика йод большинство дачников знает о существовании заболеваний и заранее принимают меры профилактики. Теплица в теплице перед посадкой обрабатывают стенки и грунт. Для этого готовят раствор из 20 литров воды и 60 капель антисептика. Стены и перекладины моют и опрыскивают в труднодоступных местах. В смесь для обработки стен некоторые добавляют пару кристалликов марганцовки. Если теплица была подвержена заболеванием фитофторы годом ранее, то обработку проводят дважды с разницей в 2 недели. Грунт почву в теплице и на открытых грядках тоже рекомендуется обеззаразить. 10 литров воды разбавить 10 капель йода, землю обильно пролить и перекопать. Советы дачников и огородников. Чтобы не навредить йодной обработкой, соблюдайте следующие правила. При пересадке рассады обработку проводите не ранее, чем через 10 дней. За это время помидоры адаптируются к новой среде обитания, расправят корневую систему. При наличии заболевания готовьте составы, исходя из приведенных рецептов, не увеличивая концентрацию йода. Антисептик способен выжечь корневую систему и обжечь листья. Чередуйте добавки в растворах. Штаммы гриба быстро адаптируются к препаратам. А частое применение борной кислоты приводит к некрозу листьев и искривлению плодов. Измерите йод медицинской пипеткой. Используйте воду, не содержащую хлора. Для этого водопроводную воду отстаивайте 12-24 часа. Обрабатывайте в сухую и безветренную погоду утром или вечером. Пораженные листья и плоды срывайте и сжигайте. Не храните зараженные растения в компостных ямах. Заключение помните. Профилактика – лучшее лечение. Внимательно следите за состоянием своих питомцев в теплице или грунте, и при малейших подозрениях начинайте обработку или профилактику. Тогда вопрос, как бороться с болезнью стоять не будет. Но не переусердствуйте. Йод устранит заражение, повысит иммунитет растения, поможет ярким и сочным плодам приобрести здоровый цвет. Но это совсем не значит, что чем больше йода в растворе, тем лучше. Строго следуйте рецептуре, и тогда ваш урожай будет крепким и здоровым на зависть соседям. Йод – суперподкормка для томатов. Йод плюс зола равно лучшее удобрение. Боремся с фитофторой. Watch this video on YouTube.